Официально Кабул надеется на помощь Казахстана в восстановлении мира в Афганистане. Напомню, 1 января наша страна возглавила Совет Безопасности ООН. Во время нашего председательства в штаб-квартире намечается несколько мероприятий высокого уровня. В частности, Казахстан намерен поднять вопрос о ситуации в Исламской Республике Афганистан. Как известно, Казахстан в рамках своего членства в Совбезе возглавляет три комитета, в том числе и по Афганистану и Талибану. Только в прошлом году в Афганистане погибли более 11 тысяч мирных жителей. По словам временного поверенного в делах Афганистана в Казахстане, на севере этой страны сохраняется угроза, исходящая от террористических группировок Тегил и Талибан. Елена Шрайбер продолжит. Когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки. Тому подтверждение ситуация в Афганистане. Долгие годы в Исламской Республике не прекращаются боевые действия, которые оказывают негативное влияние на весь Центрально-Азиатский регион. Казахстан обеспокоен такой ситуацией и намерен представить в Совете Безопасности ООН проект специальной резолюции по Центральной Азии и Афганистану. Мы все знаем, что в регионе сохраняется постоянная угроза террористов Талибана и ДАИШ. Особенно это чувствуется на севере Афганистана. Ситуация обеспокоена и в регионе, и в мире. Поэтому от решения Совета Безопасности ООН зависит, насколько ослабнет влияние талибов и ДАИШ. Самое важное – это устранить каналы поддержки террористов. Афганские студенты, которые обучаются в одном из столичных возов, также возлагают большие надежды на то, что Казахстан поможет их стране выйти из затянувшегося кризиса. Не так давно Хафизулак Адри опубликовал в социальной сети обращение к президентам Нурсултану Назарбаеву и Дональду Трампу. Его мотивы просты – общими усилиями вернуть мир в Афганистан. Крик о помощи тут же нашел поддержку среди других афганских студентов по всему миру. У терроризма нет религии, нет веры. Мы знаем, что скоро будет Совет Безопасности ООН. Все президенты сидят в столе и нам наше обращение слышат, чтобы в Афганистане тоже будет мир. Официальная Астана считает, что в Центральной Азии может быть сформирована и опробирована модель региональной зоны мира, безопасности, сотрудничества и развития на основе гармоничного сочетания интересов всех заинтересованных стран, в том числе и Афганистана. А для скорейшего возвращения к мирной жизни и укрепления экономического потенциала Кабул нуждается в разносторонней помощи.